Сборная России по футболу Депутат ЛДП Михаил Дегтярев 1 июля на московском стадионе Лужники Пройдет матч Россия-Испания Комментируя предстоящие события Михаил Дегтярев подчеркнул, что российская сборная Встретится с серьезным соперником Но также отметил, что одним из Главных наших козырей остается 12-й игрок команды Поддержка трибун. Делать какие-то выводы После первого поражения россиян пока рано Считает парламентарий Группа депутатов фракции ЛДП Внесла на рассмотрение Нижней Палаты Парламента Проект закона Он предоставляет российским школьникам и студентам Право бесплатного посещения музеев Неограниченное количество раз В пояснительной записке к документу Говорится, что проект федерального закона Направлен на повышение культурного уровня Молодежи и закрепляет право детей В возрасте до 18 лет И обучающихся по основным профессиональным Образовательным программам на бесплатное посещение Государственных и муниципальных музеев Неограниченное количество раз В настоящее время действующее законодательство Гарантирует детям право бесплатного посещения музеев Один раз в месяц А обучающимся по основным профессиональным Образовательным программам Не реже одного раза в месяц Обращают внимание авторы закона проекта Депутаты также напомнили, что подобное право Бесплатного посещения музеев Неограниченное количество раз Уже предоставлено школьникам города Москвы Первый зампред Комитета Госдумы По безопасности и противодействию коррупции Член фракции ЛДПР Дмитрий Савельев Считает необходимым сделать более доступным Летние занятия в технопарках Для всех российских детей Для страны, которая взяла курс на цифровизацию На развитие науки и технологий Довольно низкий доступ населения К этим самым технологиям Напомнил Дмитрий Савельев В основе реализации таких программ Должно быть использование современных технологий Например, проводить виртуальные экскурсии И дистанционные уроки Школы должны плотно взаимодействовать С местными властями В плане организации выездов В технопарки, на семинары И фестивали науки в летнее время Добавил парламентарий 82% россиян выступают против Повышения пенсионного возраста ЛДПР эту инициативу не поддерживает Об этом говорил депутат От фракции ЛДПР Ярослав Нилов В рамках пресс-подхода Фракция ЛДПР в третьем чтении Поддержит законопроект Которым устанавливается соотношение День нахождения в следственном изоляторе За два дня нахождения В колонии поселения Или полтора дня В колонии общего режима Десять лет законопроект пылился в комитете Были заинтересованы стороны Которые не хотели, видимо Чтобы законопроект был принят Слава Богу В интересах наших граждан Много писем поступало Просьб и вопросов Когда же наконец он будет принят Сегодня он будет принят в третьем чтении И мы надеемся, что та несправедливость Которая существует Она будет устранена Когда человек находится под домашним арестом И когда находится в следственном изоляторе Совершенно разные условия И сегодняшние поправки в уголовный кодекс Они дают определенную надежду На то, что справедливость восторжествует И подобное неравенство И дискомфортные условия в СИЗО Они будут, соответственно, учитываться При назначении реального тюремного срока Кроме этого, сегодня будет В третьем чтении рассмотрен бюджет пенсионного фонда Фракция ЛДПР поддерживать не будет Эти изменения И на примере этих изменений Мы можем показать Что те заверения и обещания Относительно того, что увеличивается Пенсионный возраст Для того, чтобы повысить пенсии пенсионерам Все это пока банальное обещание В третьем чтении предполагается Что порядка 70 миллиардов рублей Будет возвращено в бюджет федеральный Из бюджета пенсионного фонда Почему? Экономия прошлого года С одной стороны С другой стороны Прогнозная инфляция Она была заложена выше, чем фактическая То есть пенсионный фонд сэкономил деньги Так вместо того, чтобы эти деньги Направить на повышение пенсий Их возвращает в федеральный бюджет А из федерального бюджета Эти деньги могут уйти И на помощь Роснана Чубайса И в Сколково И по другим каким-то программам Но смысл в том Что из пенсионной системы Эти деньги выведены И никакой помощи пенсионерам Их, они использованы, быть не могут Потому что нет механизма И в законопроекте О повышении пенсионного возраста Который внесен в Государственную Думу Также отсутствует механизм Позволяющий каким-либо образом В подобных ситуациях Использовать эти деньги Возможно сегодня увеличение пенсии Только через индексацию Причем это делается с 1 апреля В том случае, если бюджет пенсионного фонда Профицитный А у нас дефицит в пенсионном фонде И у нас прямая норма Запрещающая индексировать пенсии Работающим пенсионерам Поэтому у нас большой вопрос Каким образом собирается На тысячу рублей в месяц Увеличивать пенсии И откуда взяли эту цифру Тысяча Были ли какие-то актуарные расчеты Почему они говорят О средней цифре Тысячу рублей в месяц Нам непонятно Поэтому мы поддерживать не будем Законопроект о военных центрах В принципе Мы считаем Что данная реформа Имеет технический характер Есть военные кафедры Есть военные центры Поэтому с точки зрения Приведения к общему знаменателю Это сделать, наверное, нужно Но параллельно следовало бы И разъяснить нашим гражданам Что закрывать военные кафедры Не будут Как Кафедры Будут Менять статус Этих, соответственно, кафедр И если Соответственно Тот студент Который учится в ВУЗе Где есть сегодня военная кафедра Он сможет также получать Военное образование Военно-учетную специальность Сможет получить после прохождения сборов И присяги звания То для него ничего это не меняет Поэтому Здесь нужно четко и ясно Дать понять нашим гражданам Что волноваться не стоит И еще на один момент Хотелось бы обратить внимание Скандальная история произошла В Ростовской области В Миллерово Приехали два инженера Заниматься исследовательскими проектами Были сбиты местными спортсменами Удивляет, во-первых, позиция сотрудников полиции Которые приехали И на их глазах Продолжалось все это бесчинство И преступление правонарушения Разбили дверь в гостинице Угрожали Избивали Все это на глазах сотрудников И только после того Когда они нафотографировались Их посадили И увезли в отделение полиции Для составления материалов И дальше эти товарищи гуляют Якобы имеют отношение к боксу И если посмотреть на объявления Имеют отношение К все более и более популярному Такому виду спорта Как ММА Так вот У нас в Волдупер Много наших сторонников Кто Профессиональные бойцы ММА Николай Ковшанский Олейник Алексей Я с ними переговорил И, во-первых, я тренируюсь В зале, где также тренируются они Такие люди Они просто так руки не распускают Только в крайнем случае Когда необходимо Это делается А вот То, что было продемонстрировано В Ростовской области Это банальный бандитизм И хулиганство И после того Когда этот молодой парень Инженер попал в больницу Они повторно к нему пришли И вместо того, чтобы оказать помощь Они еще ему сказали Ты рот не открывай свой Шум не поднимай А то будет хуже Мы шум в ЛДПР поднимем Сегодня же уйдут депутатские запросы В Следственный комитет В прокуратуру В МВД И в службу собственной безопасности МВД Чтобы проверили, во-первых, действия сотрудников полиции Которые бездействовали в этой ситуации И были приняты необходимые меры В отношении тех, кто совершал противоправные действия И избивал людей Мы надеемся, что подобные вещи Они получат определенный результат И виновные будут наказаны И хотелось бы обратить внимание Что в том случае Если бы лица кавказской национальности Были бы участниками Вот такой вот противоправной выходки То шум бы сейчас стоял на всю страну А здесь, в данном случае Ростовская область Гражданин не кавказской национальности избил И как-то все это вялотекуще, слабенько Освещается и обсуждается Вот это подчеркивает Что у преступлений, у преступников нет национальности И недопустимо принимать силу Тем более специальные навыки Для того, чтобы демонстрировать изъяны своего поведения Поэтому мы от ЛДПР соответствующие запросы направим И будем информировать и средства массовой информации И общественность о их рассмотрении Главный вопрос, наверное, сегодняшней повестки Это бюджет Мы рассматриваем его в третьем чтении И фракция ЛДПР не будет поддерживать законопроект В том виде, в котором мы его рассматриваем Особенности данного законопроекта в том Что мы практически получили 2 триллиона дополнительных доходов То есть о таких дополнительных доходах Мы не помним уже, наверное, последние 6-8 лет Вместо того, чтобы направить эти средства На развитие экономики, на социальные вопросы Мы в соответствии с бюджетным правилом Направляем их на покупку долговых обязательств Иностранных государств Мы считаем, что, во-первых, в этом бюджете Мы должны были увидеть Те вектора, которые задал президент В своем послании об изменении экономической политики О новых майских указах Вместе с тем мы вместо этого видим Дополнительное перераспределение 60 миллиардов рублей Которые направлены на увеличение расходов Мы неоднократно говорили Что работа фонда национального благосостояния Нас не устраивает За прошлый год у нас отрицательная доходность По этому фонду При этом, если мы возьмем фонд Норвегии То там 13,5% Доходность данного фонда И мы считаем, что Вот доходность фонда национального благосостояния Это один из источников В том числе повышения пенсий населению И здесь можно было бы найти другое решение вопроса Идти не по увеличению пенсионного возраста Увеличение как раз доходности дополнительных доходов Где, кстати, так и записано Что ФНБ это источник поддержания нормальных пенсий в нашей стране Кроме того, нас не устраивает в том, что мы опять недополучили доходы По дивидендам государственных компаний Фракция ЛДПР предложила Когда рассматривали бюджетный кодекс Законодательно закрепить Что 50% должны направляться Дивидендов В федеральный бюджет государственных компаний Пока мы этого не видим И видим опять потери Мы видим, что Тот, скажем так Достаточно уверенный Скажем так Задел, с которым выходит правительство О том, что у нас все хорошо Он не согласуется с теми цифрами, которые нам дает Минэк Мы видим снижение фонда заработной платы В новом прогнозе Мы видим снижение инвестиций в основной капитал И учитывая, что государство является основным сегодня инвестором в нашей стране Вот при увеличении на 2 триллиона доходов Снижение инвестиций Это говорит о полной раскоординации действий внутри правительства И, конечно, в таком виде мы этот бюджет поддержать не можем Мы много говорили о том, что необходимо использовать средства на развитие И вот вчера на бюджетном комитете мы рассматривали поправкой создания фонда развития России Объем фонда 3,5 триллиона И вот поправкой к бюджетному кодексу мы, не имея возможности обсудить источники наполнения Порядок финансировать, объекты, обоснованность инвестиций Мы будем рассматривать и, я так понимаю, в эту сессию будем принимать Наша фракция считает, что это предмет отдельного чтения Конечно, такой закон о таком огромном фонде Он сопоставим с фондом национального благосостояния Это тема отдельного закона проекта Конечно, мы хотели бы это рассмотреть В третьем чтении наша фракция бюджет поддерживать не будет Добрый день Сегодня в Государственной Думе очень важное событие С очередным ежегодным докладом выступает полномоченный по правам человека Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова Это событие отличается особой важностью в связи с тем, что 10 декабря Всеобщей декларации прав человека исполняется 70 лет Это юбилейный год Всеобщая декларация была принята по итогам Второй мировой войны В связи с всеобщим нарушением прав человека С чудовищными деяниями фашисты Германии И, конечно, характерно, что в этот юбилейный год, 20 июня Соединенные Штаты выходят из Совета ООН по правам человека Мы продолжаем прямой эфир Сотрудники приемного отделения Нимни Склифосовского Начнут в сентябре посещать курсы врачебной этики В рамках проекта по обучению врачей московских поликлиник Принципа профессионального общения с пациентами Цель его создать специализированную программу По повышению эффективности работы приемного отделения Проектом предполагается разработка единого стиля навигации Оснащение приемного отделения информационными стендами для пациентов А также внедрение стандартов работы с пациентами И поведения в различных ситуациях Отмечается, что обучение пройдут заведующее отделение Разные докторы, медсестры и администраторы На курсах в Центре корпоративного развития департамента Врачам расскажут, какие фразы вызывают у пациентов негативную реакцию Также, как мотивировать его к лечению И как самому врачу избежать профессионального выгорания Тему продолжим с экспертом в студии Амина Кибишева Кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург Амина, добрый день Добрый день Ну вот как вам такая инициатива, как вы ее рассматриваете? Инициатива перспективная, хорошая, необходимая Очень сложные взаимоотношения у врача и больного Когда врач должен найти ту нить, которая облегчила взаимоотношения с пациентом С одной стороны, это защитить самого врача Мы знаем, что есть такое, как эмоциональное выгорание или профессиональное выгорание С другой стороны, пациент, который обращается с болью, с проблемами Тоже эмоционально лабильный И вот найти то взаимопонимание и взаимоотношения Когда вот такой комплекс психологических факторов Приведет к тому, что улучшится качество жизни Улучшится взаимопонимание между пациентом и врачом И улучшится качество лечения Психологический фактор очень важен в процессе лечения Поэтому я думаю, что эта инициатива будет иметь продолжение И необходимо И будет полезна и врачам, и пациентам в том числе Ну вот также мы прослушали Ярослава Нилова, депутата от ЛДПР Он говорил о том, что не поддерживает Пенсионную реформу Повышение пенсионного возраста Но чем мотивировали? Тем, что продолжительность жизни растет И вот пенсионный возраст можно поднять Хотя не во всех субъектах Российской Федерации этот возраст растет И просто до пенсионной реформы доживать многие не будут К сожалению, это действительно факты об этом говорят Но вот если мы с вами по продолжительности жизни поговорим В будущем она будет только расти Возможно ли такое, что будут доживать до 120 лет? И когда это возможно? Продолжительность жизни действительно выросла Если сравнить с годами Там 20, 30 или 50 лет Будут ли жить люди до 120 лет? Возможно Конечно, с новыми технологиями продолжительность жизни Будет расти, но не такими радикальными, быстрыми Темпами Сроками, да, темпами Возможно ли такое отношение к здоровью Правильное отношение Оно как раз и поможет повысить этот возраст? Как вы вообще считаете, какое сейчас отношение к здоровью? Пенсионный возраст хотят увеличить Почему-то в этом вопросе обидели больше женщин Хотя в нашей стране женщины, мне кажется, в условиях современной жизни Работают не менее интенсивно, чем мужчины Женщина продолжает оставаться матерью, женой Она несет и бытовой нагрузки, ведет также активный образ жизни Ну, что касается вот такого отношения к своему здоровью Какие наблюдения вы... Состояние здоровья напрямую зависит от самого человека Как он заботится о себе Как он относится к своему здоровью Немаловажную роль отводится и государству Как государство заботится о своих гражданах Для того, чтобы пациент, человек, заботился о своем здоровье Уровень жизни должен быть такой, чтобы было равновесие между трудом и отдыхом При таких невысоких зарплатах, как в нашей стране Как правило, люди работают очень много и сверх своей нагрузки Для того, чтобы заработать себе тот необходимый заработок Чтобы обеспечить свою семью, образование своим детям И другие возможные расходы Москва не является ориентиром, как и другие большие города Потому что Москва здесь, это как государство в государстве Здесь другой уровень зарплат Здесь другие возможности Здесь другое медицинское обеспечение Если сравнить о том, что происходит на периферии Поэтому... Что необходимо сделать? Мне кажется, что необходимо регламентировать количество продолжительных Рабочего дня Необходимо со стороны государства курирование Это санитарно-курортное лечение граждан В обязательном порядке Это следить, сколько пациент может себе позволить на труд и отдых То есть не работать в выходные дни, как у нас работают Не работать сверх своей нагрузки Мне кажется, что напрямую зависит от того заработка, который мы имеем Средний заработок по стране А он очень низкий, к сожалению Ну вот очень многие сейчас пациенты Ну вообще граждане, да, занимаются самолечением Даже ввиду того, что иногда и нет денег сходить на платный прием К врачу мы знаем, что сейчас очень много именно платной медицины Как вы относитесь к самолечению? И что вот с этим делать? Насколько я знаю, что многие врачи очень негативно относятся Самолечение, конечно, недопустимо Но почему это происходит? В бюджетные учреждения, в котором прикреплен пациент В очереди невозможно попасть Либо ограниченное количество талонов Если ты захотел попасть к врачу, ты должен дождать очереди И чтобы избежать всех вот этих пунктов Которые тебе, ну ты просто не можешь себе позволить У тебя нет возможности записываться, ждать очередь и так далее Поэтому мы все работающие люди Мы идем в платную клинику по пути на меньшую сопротивление И мы в этот же день можем попасть к врачу И получить необходимое лечение Самолечением занимаются пациенты Это неправильно Наверное, здесь еще имеет неблаговажное значение Это доступность препаратов в аптеке Можно перейти и без рецепта купить многие препараты То есть здесь тоже нужно как-то регламентировать И, как вы сказали, курировать этот вопрос Да, возможно Ну вот мы еще все знаем об оптимизации системы здравоохранения Очень многие больницы объединялись Было и сокращение врачей Вот что касается зарплат Говорили, что повысили зарплаты Но там как-то хитро получилось, что Пересчитали коэффициенты И таким образом даже зарплаты стали ниже Вот как вы прокомментируете вот эту оптимизацию И вообще странный факт, что у нас врачи, учителя Получают гораздо меньше, чем должны были бы На нашей стороне многое предлагается Со стороны, наверное, такое заманчивое предложение Обнадеживающее предложение Что касается вопроса повышения заработной платы врачам И последующие сокращения То я могу объяснить этот факт тем, что Вот сверху, да, со стороны органов власти Есть указание повысить зарплату врачам А на местах нет такой возможности Поэтому врачи либо сокращают Либо увольняют Для того, чтобы вот таким вот образом Обойти Невозможность выплатить И в то же время выполнить То распоряжение, которое мы имеем сверху Врач страдает То есть если бы врач работал на ставку То теперь будет работать на полставки В лучшем случае В противном случае его просто уволят И таким образом проблема будет решена И все будут довольны Ну вот и говорят и эксперты И те же пациенты Что вот эта вот оптимизация Как раз способствовала тому Что все врачи стали уходить в платные частные клиники Да А как мы уже с вами обсудили Что возможности даже зачастую нет В эти платные клиники-то обратиться Врачи вынуждены были уйти Из бюджетных государственных учреждений Многих их сократили И они вынуждены пошли работать в частные клиники Несколько лет назад было такое массовое увольнение И закрытие больниц Когда профессор, доктор наук Уходил в частную клинику Либо шел работать там на скорую То есть нет применения тем знаниям Получается, что государству не нужны И те знания, и тот багаж Который врач приобретает через 30-40 лет Своего обучения и своей работы А вот такая оптимизация Врач не может стать специалистом Через даже 5 лет по окончании института И если мы сокращаем врачей Непонятно, кто будет лечить Кто? Кто придет? Это очень долгий путь становления Очень долгий Ну а вообще, если говорить об образовании Медицинском Как вы оцениваете? Я говорю так, что Тот, кто хочет стать врачом Он должен быть готов к тому Что первые 15 лет Он будет всегда первокурсник Даже по окончании института Он не специалист По окончанию ординатуры Он тоже не специалист И только лет через 15 Имея какой-то минимальный багаж Он начинает работать Это очень долгий путь Это тяжелый путь Поэтому, когда уже мы начинаем Свою трудовую деятельность При таких маленьких зарплатах Не все выдерживают И идут в частные клиники Где можно заработать здесь и сейчас К сожалению, качество оказания помощи В частных клиниках Она не всегда Очень часто вызывает сомнения С недавних пор Очень часто стали появляться новости О врачебных ошибках На ваш взгляд, насколько масштабна эта проблема? Вопрос врачебных ошибок Сейчас очень часто поднимающаяся тема Актуальная Я думаю, это связано с тем Что очень много частных клиник Которые хотят заполнить Свой штат врачами Берут не всегда Высококвалифицированных врачей Мы понимаем, что это комплекс проблем К сожалению, Амин Наше время подошло к концу Мы вас ждем на следующем эфире Будем рады поговорить более подробно На эту тему В эфире была программа «Молния» Всего доброго До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok